Как ощущается внутри, то есть моё отношение к товарищам, и есть отношение товарищей ко мне, и есть отношение товарищей между собой. Вот вопрос. Где моя зона ответственности? Все эти три? Или, может быть, только моё отношение к товарищам? На что я повлиять могу реально? На чём концентрироваться больше всего? Ты должен почувствовать себя как представитель Творца в материальном мире. И, сходя из этого, продолжай. Ну, не совсем понятен ответ. И это непонятно? Так я тебе скажу. С этого момента и далее. Ты должен рассматривать себя как представителя Творца по отношению ко всему этому миру, неживому, растительному, животному, говорящим. Ты по отношению ко всему этому представитель Творца. Вперёд! То есть, вот как и в этом отрывке насчёт этих пустот, которые мы можем заполнять через просьбу к Творцу. И когда я вижу пустоты и в отношении товарищей ко мне, и товарищей между собой, то я могу просить об этом Творца даже изнутри себя. И это будет реальное влияние. В этох? Конечно. Разумеется. Последнее можно уточнить? Да. Вот то, что всегда как-то, не знаю, путает, что изменения, исправления, которые должны произойти, они должны произойти во мне, и потом изменятся мои действия, и так я повлияю на окружающих. Или же реально через мою молитву, то есть внутри товарищей, происходят какие-то исправления. Ты не найдёшь ответа. Где твои товарищи? Где весь этот мир? Всё находится в тебе. И поэтому в той мере, в которой ты меняешь себя и правильно формируешь себя по отношению ко всему миру и к Творцу, в этой же самой мере ты начинаешь чувствовать, насколько всё находится исключительно в тебе. Вот так вот.